Сегодня мы рассмотрим возможность подключения сетевого хранилища ReadyNAS к компьютеру по протоколу iSCSI. Раньше данная функция была доступна только в линейке хранилищ для бизнеса, теперь же, с приходом новых серий хранилищ ReadyNAS Ultra и ReadyNAS Ultra Plus, подключаться по iSCSI можно и домашним пользователям. В нашем сегодняшнем видео мы будем использовать модель Ultra 4 с установленной бета-версией микрофрограммы 4.2.16.t33. Для начала нам необходимо включить службу iSCSI, для чего переходим в меню Тома, настройки Тома, закладка iSCSI и включаем поддержку iSCSI. Вторую галочку, отвечающую за протоколы ISNS, оставляем неотмеченной, так как он обычно используется в сетях с множественными целями iSCSI и подключенными LUN, и в нашем случае не представляет интереса. Нажимаем применить для сохранения изменений. Переходим к созданию целевого ресурса iSCSI. Задаем имя iSCSI и желаемую емкость. Время создания напрямую зависит от скорости вашей модели и размера указанного LUN. Следующим этапом необходимо прописать информацию об инициаторе iSCSI, то есть о вашем компьютере. Для этого открываем панель управления, администрирование и выбираем инициатор iSCSI. Переходим на закладку конфигурации и копируем имя инициатора. Возвращаемся в веб-интерфейс среди нас, нажимаем на параметры, только что созданного LUN. Включаем контроль доступа. И вставляем имя инициатора в появившееся поле. Нажимаем добавить и применяем при настройке. Возвращаемся к настойкам инициатора iSCSI на компьютере. Переходим к закладке обнаружения. Нажимаем обнаружить портал. И вбиваем IP адрес вашего Redenas. Порт вставляем по умолчанию. После этого, если вы все правильно делали, в закладке конечные объекты у вас появится ваш только что созданный LUN. Для того, чтобы подключить, нажимаем кнопочку подключить. Нажимаем ОК. На этом подключение iSCSI завершено. После подключения iSCSI нам необходимо инициировать жесткий диск, появившийся в системе. Для этого перевозвращаемся к меню администрирования. Нажимаем управление компьютером. Переходим к управлению диском. При этом Windows автоматически обнаружит новый диск и предложит с тобой инициализировать, что мы и проделываем. Теперь мы можем отформатировать диск в любую файловую систему, которая нам наиболее удобна. В нашем случае мы будем форматировать весь объем файловую систему NTFS. После завершения форматирования мы можем работать с новым диском, как с напрямую подключенным к компьютеру. На этом настройка и подключение iSCSI завершено.